Вчера мы говорили о учении Шичиттани Махапарбу. Мы говорили о принципах, о методе и совершенстве. Принципы — это вечные истины, на которых всё основано, которые всем движут, и совершенство — это цель, которую мы пытаемся достичь, и процесс — это способ, с помощью которой мы пытаемся её достичь. И в этом во всём много знания, и возникает вопрос, как мы обретаем знания, каков достоверно-надёжный источник получения знания. В ведической традиции говорится, что единственный надёжный источник знания — это веды, ведические писания. Господь Брама получил веды, он является вторичным творцом Вселенной. Первичным творцом является Кришна. Через разные аватары он творит этот мир, через Пуруша-аватары, через Маха-Вишну, Гарба-Дакашая-Вишну, Кшира-Дакашая-Вишну. Брама-Джи является вторичным творцом. И Кришна инициировал Браму. Он дал ему посвящение. Брама, родившись, обнаружил, что он находится во тьме. Он сидит на лотосе, в кромешной тьме, и он опускается по лотосу в стебле, до самой воды, и ничего не нашёл. Своими экспериментальными методами он не мог понять, откуда он взялся, кто он такой. И затем он услышал тапа, тапа, аскеза. Он очень долгое время был погружен в медитацию, и в конце концов Кришна был им доволен. И проявился. Он явил ему себя, и они пожали друг другу руки. И он дал им посвящение в ведическое знание. И далее Брама-Джи передал это знание своим ученикам по парампоре. Парампора, сампродая — это традиция, линия осознавших себя учителей, каждый из которых получает знания от предшествующих учителей. Брама-Джи проявил из своего сердца Нарда Муни. И Нарда Муни является великой трансцендентной личностью. Он путешествует по материальному миру, и также в духовном мире. Он является вторым после Брамы. И далее Нарда Муни. Один из его учеников, учеников Нарды, Шила Вясудева, он также является воплощением Кришны, тем, кто составил все ведические произведения. Нарда Муни посещает Вясу, когда Вяса столкнулся с дилеммой. И Нарда объяснил ему, сказав ему, что сейчас ты должен прославить Кришну, Верховную Личность, во Вриндаване с его спутниками. И он дал ему наставление, как войти в это самадхи. И Вясуде вошел в это самадхи. И он увидел в своем самадхи все эти игры, и он описал их в Шримадбхагаватам. Затем его сын, Шукадева Гасвами, был необычной душой. Он был самосознавшим себя с рождения. Он осознал себя с точки зрения монизма, с самого рождения. И по милости своего отца он затем, впоследствии, привлекся преданным служением, бхакти-йогой. И затем, далее, после Вясудеева, через долгое время после Вясудеева, пришел Шриламадхвачарья. Это был очень могущественным очарьей. Он, на самом деле, отправился в Гималайи, и там он встретился с Шрилой Вясудеевой. И в этой традиции был Мадхавиандра Пури, который был первым в нашей линии, который явил настроение Враджа, Враджа-бхаву. Он проявил спонтанную любовь в настроении Враджа-бхаси, обитателя Вриндавана. Затем его ученик Ишварапури пад. И его ученик, учеником Ишварапури, был читание Махапарбу, Ши Кришна, читание Радхакришна, Нахи Ани. Читание Махапарбу — сам Верховный Господь, пришедший, чтобы вкусить, испытать вкус своего преданного служения, преданного служения себе, и научить этому других. Он этим показывал, что даже Верховный Господь принимает гуру, как Кришна Баларама. Они также приняли гуру, Сандипани Муни. После читания Махапарбу, Ши Кришна, в конце концов, явился Сарасвати Такур Прабхупад, и его ученики, из которых его Божественная Милость Аче Бахти Вданта Свами Прабхупада и Шила Бхакти Прагьян Кешва Гасвами Махараш, также наш Парам Гуру Дева, а гуру нашего Гуру Дева. Они все являются членами этой цепи, учителей, осознавших себя учителей. Итак, какое знание передается по этой цепи? Есть четыре веды. Кришна объясняет в Бхагавадгите, что четыре веды главным образом имеют дело с гунами материальной природы. Они с святистым языком рассказывают о том, как совершать животоприношение, достичь райских планет и так далее. В ведах есть Упанишады, и Упанишады считаются вершиной ведических произведениях. И Упанишады, многие люди считают, что Упанишады говорят об имперсональной реальности, но на самом деле Упанишады повсюду говорится, что Упанишады говорят, что Верховная Абсолютная Истина — это Личность, что Он Высшее Вечное среди множества Вечных, Он Высшее Сознающее Существо среди множества Сознающих, Он Един, Он Один, и Он удовлетворяет желания многих. Это описание Личности. Есть Пураны, в которых описывается более подробно намерение Упанишад. Там излагается множество историй преданных, и величайший из Пуран является Шимад Бхагаватом, Бхагавата Пурана. В Шимад Бхагаватом описываются игры, истории о преданных, воплощение Бога. И в Десятой Песне описываются игры самого Кришна сначала во Вриндаване и сабраджабаси, и это является сердцем Шимад Бхагаватом, и затем истории Мадхури и Двараки. Есть также Итихасы, это исторические летописи, и Рамайана, составленная Рамайана была составлена Валмики. Изначально Валмики был разбойником. Брамаджи это достаточно долгая история. Он был разбойником, и Нарада Муни обратил его в ишнавизм. Он медитировал 60 тысяч лет. И в конце концов он осознал себя. Он повторял имя Рама, Рама. Сначала он повторял имя Мара, Мара. Так обхитрил его Нарада. И Брамаджи вдохновил его проявить новый размер стиха для произведений. И в этом анаступе, то есть новом размере было написано Махабарата Рамайана. Когда он произнес этот стих, он был удивлен. И когда он повторил его ученику, тот очень оценил это. И затем Брамаджи сам явился ему и сказал, «Я вдохновил тебя на это, чтобы ты мог описать в этих словах в этой форме историю Рамачандры, историю Верховного Господа». Итак, до Рамачандры Валнаки еще описал Рамайана. Затем Махабхарата. Это величайшая и самая огромная книга во всей истории человечества. И самая небольшая часть это Бхагавадгита, где Кришна объясняет Арджуне суть дхармы и истинное предназначение этого мира. Затем есть другие произведения, которые следуют традиции этих произведений. Бхагавадгита также надежный источник, потому что это наставление самого Кришны. И Кришна ссылается на Пураны и на Брама-сутру в Бхагавадгите. Это Парампара. Почему существует необходимость Парампары для того, чтобы поддерживать чистоту предного служения? Многие люди в Кали-Югу привлекаются имперсонализмом, атеизмом и так далее. Или они привлекаются материализмом в том смысле, что они молятся Кришне, они совершают предназлужение, но с материальными мотивами. Поэтому Кришна организовал так, что есть ващнавские самопрадайи, которые учат чистому Бхакти. Есть другие традиции. Атеисты, материалисты, имперсоналисты, они принадлежат другим традициям. И это в относительном смысле позволяет предным оставаться неприкосновенными. Но тем не менее у нас остается эта тенденция, как Гуру Махрадж, когда он переехал на запад, он все время говорил о Майваде. И предные недоумевали, о каких Майваде он говорит, и в конце концов они поняли, что он говорит о нас. И так существует четыре парампары, исходящие от Верховного Господа. От Шри, Брамы, от Рудры и от Санаки. Одна исходит от Лакшми, одна от Брамаджи, одна от Шиваджи и одна от четырех кумар. И самая древняя это парампара, исходящая от Брамы. И мы принадлежим к этой традиции. Брама, Мадава, Гоудья, Сампродая. То есть от Брамаджи до Мадхвачари и через дочитание Махапрабху. Почему ведическое знание является надежным источником в отличие от другого? Потому что оно проявлено из Верховного Господа. Оно проявляется из абсолютной истины. Любое знание, которое мы получаем с помощью наших чувств и ума, оно ненадежно. Потому что у всех человеческих существ есть четыре недостатка. Прежде всего мы склонны подать в иллюзию. Например, кто-то находится в пустыне и он видит озеро, красивое озеро, деревья, люди, и он бежит туда в пустыню, чтобы получить эту воду. Он бежит, бежит и в конце концов умирает. Это мираж. Фактически вся концепция материального щенка